По плану военного комиссариата из Нефтекамска-Агидели Краснокамского района на службу в армии должны отправиться 252 юноши. На данный момент 134 человека признаны в ряды вооруженных сил. 116 юношей по сей день уклоняются от призыва. Первое. Это те люди, которые по объективным и субъективным причинам не смогли пройти до конца медицинское свидетельство, в отношении которых мы не можем до конца вынести решение о годности их к военной службе. Вторая категория, второй сегмент, мы называем это длительным розыском. Каждый из уклонистов осознает, что он является человеком призывного возраста, но выполнить свою конституционную обязанность не собирается. Для этого находится множество причин. Многие и вовсе не получают повестки. Несмотря на это, сотни парней считаются уклонистами и наживают себе массу проблем. Не вразумляет их и действие закона, по которому уклонисты в 27 лет получают вместо военного билета справку. Его успешная работа в бизнесе, успешная работа в частных фирмах в конце концов могут привести к работе на государю службы. Так ведь, да? Потому что, как правило, оно так и происходит. Достаточно успешные люди идут в муниципалитеты, идут на госслужбу. И в данном случае вот этот документ, а в частности не прохождение им военной службы, может послужить серьезным препятствием. В военкомате также напоминают, что уклонение противоправно. В практике работников комиссариата есть случаи возбуждения уголовных дел. Кроме этого, разработаны предложения, направленные главе администрации. К розыску уклонистов в ближайшее время собираются приступить совместно с сотрудниками полиции. Анастасия К. Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».